Ребята, всем доброе утро. Последнюю ночь мы спали в нашем доме на колесах и проснулись под не очень хорошую погоду. На улице дождь довольно-таки сильный. Ну а сегодня хотим направиться в городок под названием Спринфилд. Он находится в Массачусетсе и это город, в котором зародился баскетбол. И там есть один очень классный музей, который называется Зал Славы Баскетбола. Я всегда мечтал там побывать и вот у меня выдалась возможность, поэтому едем туда и надеемся, что этот дождь закончится и погода поменяется. Поэтому поехали! Зашли в этот баскетбольный зал Славы. Ну и музей, он как бы два в одном. И начинается здесь экскурсия с третьего этажа и потом постепенно спускается вниз. И смотрите, здесь посреди здания такой баскетбольный корт. Сразу на выходе из лифта первое, что видим, это такой шокейс с джеками, которые дают баскетболистам, которые включаются в этот зал Славы и с перстнями. А наверху здесь, вокруг крыша здесь в форме купола. По периметру этого купола висят фотографии всех включенных в зал Славы баскетболистов и тренеров. А вот, собственно говоря, и папа баскетбола. Доктор Джеймс Нейсмит, который придумал баскетбол именно в этом городе в 1891 году. И здесь получается такая временная линия, которая идет полностью вокруг этого помещения. И там разные года, разные великие события, произошедшие в баскетболе. Здесь внизу находятся разные баскетбольные артефакты с этим написанием, значением. А вот кроссовки, которые, я думаю, все знают. И начально они были сделаны как баскетбольные кроссовки. И долгое время именно в них играли баскетболисты. Хотя с современными баскетбольными кроссовками у них общего абсолютно ничего нет. Вот, кстати, фотография Александра Берлова. Если вы смотрели новый фильм «Движение вверх», очень популярный сейчас фильм о баскетболе, о победе сборной СССР на Олимпиаде 1972 года. И это фотография, как он бежит с поднятыми руками вверх после победного забитого броска. Сзади находится такой небольшой стенд. Каждый год он обновляется. Здесь как бы все люди, включенные в зал славы, они называются «Class of…» И, допустим, в прошлом году был «Class of 2017». Это точно так же, как когда выпускается там в университете. Допустим, я выпустился в «Class of 2013», то есть в 2013 году. И все включенные в зал славы, они как бы считаются выпускниками. Обычно это несколько игроков, всего 2-3 игрока, 2-3 тренера и несколько человек, которые внесли огромный вклад в баскетбол, в его развитие. И каждый такой выпускник оставляет какую-то вещь, как вы видели, кто-то туфли, кто-то мячик, кто-то кроссовки, которые как-то связаны с большими достижениями в баскетболе. Вот, собственно, и статуя Джеймса Нейсмита. И вот так вот выглядела первая баскетбольная корзина. Такой был мяч. А вообще, это персиковая корзина, которая использовалась для собирания персиков. Играли футбольным мячом. Придумал он баскетбол для того, чтобы разнообразить программу, где он преподавал, и чтобы студенты были больше увлечены. Костюм одного из самых, я бы даже сказал, бешеных баскетболистов. Денис Родман, он и актер, и баскетболист, и политик сейчас, который ездит в Северную Корею для переговоров с Ким Джануном. И вообще, просто сумасшедший чувак. Есть здесь всякие такие интерактивные игры, которые можно побросать. Даже я слегка выше, чем я. Баскетболисты не всегда бывают высокими, бывают и очень маленькими, и даже меньше Настей. Ну а вот сзади самый популярный баскетболист, которого знают даже те, кто особо не понимает баскетболе, и вообще его имя популярно на весь мир. Собственно говоря, Майкл Джордан, его воздушество. Вот, собственно, на стене здесь, и я бы сказал, эволюция колец. Все начиналось от этого, а доросло до вот такого. Я вообще не представляю, как можно было играть в такие кольца. Есть еще корот в пороховницах. Полтора года не держал баскетбольный мяч в руках, и только сейчас я понимаю, как я за этим соскучился. Классный музей. Лично мне здесь очень сильно понравилось, и это место напомнило о стольких классных воспоминаниях, которые у меня связаны с баскетболом, и я реально почувствовал, как я скучаю за этой игрой. Но надеюсь, что в скором будущем у меня получится и будет возможность играть хотя бы в свое удовольствие, потому что в Нью-Йорке было сложновато. Не знал людей, которые играют. Тяжелее найти баскетбольный зал, в котором можно просто прийти и поиграть. Сейчас движемся дальше. Дождь никак не хочет заканчиваться. Поедем, заселимся в мотель, в котором мы сегодня будем ночевать. Заехали в мотель. Такой типичный небольшой мотель, как показывают в фильмах. И видите, выходишь здесь не в коридор, а прямо на улицу. Ничего особенного, но переночевать будет в самый раз. Сейчас поедем обратно в этот городок Спринфилд. Хотим прогуляться по самому городу, посмотреть, что там есть. А еще смотрите, какой мы апгрейд машины сделали. Видите? Это Настя на спальное место в нашем доме на колесах. Приехали в центр Спринфилда. Настя, что ты делаешь? Я. Как обычно, ничего нового. Здесь вроде бы должен быть какой-то мини-парк с какими-то прикольными штуками. Я так и не понял, что там. Но гугл говорит, что нужно прийти посмотреть. Потому что особо других интересных вещей в этом маленьком городке, помимо зала славы баскетбольного, я не нашел. Поэтому идем туда. И дождь. Дождь надоел. Холодно. Надо уже на юга выбираться. Чувство. Всему свое время. Всему свое время. Ёлка. Я думала, мы были одни, которые до какой сейчас месяц? Конец февраля. Они убрали ёлку. Дед Мороз уехал, ёлка осталась. И снегурочка. В общем, здесь несколько музеев рядом. И такой двор, в котором стоят всякие разные статуи. И вот такие черепахи. Или это не черепахи, а какие-то букашки. Кто это, Настя? Олявки. Завки? Ой, кажется, я пакетик забыла. Че дело? Не получаю. А что в пакетике? О, о, тут мой сэндвич. Яйца, капустка, яблочко, тыквочка. И какие-то две пипки. И книжечки, вот. Это вот этот? Это гринч, Влад? Это же гринч? Да. Который упал в Рождество. Гринч. Гринч. В общем, там, помимо того, что мы видели, ничего больше на улице нет. А в музее заходить нужно платить. А через 20 минут они закрываются. Поэтому этого делать мы не стали. А сейчас просто идем, гуляем по этому городку. Судя по всему, это такой старый город, небольшой, потому что смотрите, какие старые здания, как вот это. И в основном здесь все здания такие. А вот еще одно. Очень похоже на такой русский стиль. А, ну да, вам написано здание 1887 года. Под аренду сдаются. Не хочешь арендовать домик? И много здесь таких церквей, как сзади меня в старом стиле. Их очень хорошо видно издалека, потому что они возвышаются над этими небольшими старыми домами. А вот смотрите, как Настя сказала, диско-дом. Это очень редиско, правда? Редиско? Да. А вот один из основателей из Тринфилда. Вы только посмотрите на этот стиль. Только что я, когда вам показывал одного из основателей из Тринфилда, подошел мужчина, просто начал с нами говорить, и говорит, что недалеко отсюда в одном из зданий жил Абрахам Линкольн. И он говорит, что там сейчас ремонт, но он там был до этого, и я говорю, что очень интересное здание. Но сейчас он разваливается и его пытается починить. А еще очень классно, что так просто гуляешь по улицам, и просто незнакомый человек может подойти и зарговорить с тобой. В Нью-Йорке такое, конечно, очень редко бывает. Становится очень холодновато, поэтому сейчас садим в наш дом на колесах и поедем. Просто покатаемся вокруг и посмотрим, что здесь есть. Такой сегодня у нас был день, поэтому будем отдыхать. Ну, кто будет отдыхать, а мне еще монтировать этот влог. Обычно занимает у меня это в районе 3-4 часов на один влог. Поэтому спасибо, что вы были с нами и очень скоро увидимся снова. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok